Привет, с вами Ганн, в миру более известный как Григорий Андреевич Неделька. И этим видео я начинаю свою новую серию видосов. Они будут посвящены моему творчеству, точнее моей творческой философии. Я так и назвал не мудрёно, а может быть мудрёно, это кому как больше нравится, кому как ближе. Так и назвал эту серию. Моя творческая философия. Я хочу сразу предупредить, что я не питаю иллюзий насчёт того, как я играю на гитаре, или пишу тексты. Я просто хочу вам рассказать о том, как я всё это вижу, как я к этому подхожу, как я это делаю. Может быть вам это пригодится. Поэтому серией названа творческая философия. Здесь подразумевается мой взгляд на эти вопросы, моё к этому отношение, мой подход, моя работа. Ну что ж, тогда поехали. Сегодня у нас часть первая. Называется она «Музыка». Глава первая, посвященная электрогитаре. Ну, можно сказать, что гитаре в целом, но в данном случае электрогитаре. И у нас подглавка первая, называется она «Соло». Почему я хочу об этом рассказать? Ну, потому что, наверное, все люди, которые держали в руках гитару или хотят держать, в первую очередь думают о том, как бы им так круто научиться играть. А крутая игра, в первую очередь, наверное, подразумевает умение играть соло, всякие пассажи, всякие интересные, сложные фиговины. И опять же, не питаясь насчёт того, как я играю и что я играю, и тут дело не в том, что я смогу там сыграть что-то сложное или нет, а в том, как я к этому подхожу, как я это вижу, и может быть, то, что я вам расскажу, кому-то ещё пригодится. Ну вот, вы когда берёте в руки гитару, вы можете сыграть там, я не знаю, какой-нибудь риф или какой-нибудь ритм там. Ну, что касается ритма, там фунт соло. Ну, со всякими такими спрямочками и прочей ерундой. Ну, а в первую очередь, наверное, для всех важно, для всех гитаристов, важно уметь играть соло, если они видят себя соло-гитаристами, если они хотят, ну, так, по большому счёту, выпендриться. Заканчиваем с предисловием. Предисловием мы уже закончили. Заканчиваем с предисловием в первой подглавке и переходим, собственно, к тому, о чём я хотел рассказать. Вот сейчас я подвину камеру, чтобы гитара попадала. Вы можете увидеть, как я что делаю, как я что играю. Это мало, вряд ли кому-то будет интересно. Вряд ли кому-то это, может быть, даже будет полезно, хотя кто знает. Но вы увидите то, о чём я вам буду рассказывать. В чём заключается смысл соло, или, скажем так, смысл моей философии по отношению, собственно, к соло. Гитаристы, когда берут первый раз в руки гитару, пытаются сыграть что-нибудь, ну, попроще. Ставят пальцы поудобнее, руку располагают поудобнее. Это, конечно, всё правильно, это помогает играть. Но когда вы играете что-нибудь удобное, скажи, там, я не знаю. Оно, конечно, звучит вроде неплохо, но не так хорошо, скажем, не так кошерно, как у известных гитаристов. А чтобы получилось кошерно, надо играть непривычно, неудобно. По крайней мере, я так делаю. Допустим, вы можете поставить палец вот сюда и вот сюда, на пятый, на третий лад, на первой стороне и двигать пальцы вверх. Это получается у нас что-то обычное такое, что-то привычное, роком не особо попахивает. Чтобы получилось как-то так пронзительно, более по року, может быть, даже с отдаванием в металл, хотя я, честно говоря, металл не особо люблю, не особо слушаю и не особо играю, потому что я вообще практически не играю. Нам нужно всё это усложнять. То есть, скажем, пальцы перемещать не вертикально, просто тут сыграли горизонтально, тут сыграли горизонтально, там уже даже вибратка танцевала. А под углом, например, вот так. Ну вот вы сейчас видите, как плохо я играю на гитаре, но смысл не в этом. Смысл в том, о чём я пытаюсь рассказать. Если вы играете прямо, это, конечно, можно где-то использовать в какой-то песне, но это будет не очень интересно, я так думаю, не вам, не тем, кто будет это слушать. А если у него какой-нибудь заводной, там, заводной такой крутой пробивной соляк, то вот мы как раз либо играем неудобно. Вот смотрите, как надо пальцами ударить. Сюда, потом сюда. Потом ещё раз там перейти. Сюда, например, сюда подвинуть. Здесь сыграли. Потом как-нибудь вот так. Там сразу видно. Так, то есть двигались сначала вверх, потом хоп, сразу наверху. Двигались вниз. Крапер-пестер, веро-вверх. Перейтили сюда. Вот, это всё неудобно, но от этого звучит круче. Это что касается пассажа игры по одной ноте. То есть, если вам хочется сыграть прямо, лучше себя остановите, или там сыграйте чуть-чуть, но потом добавьте туда что-нибудь неудобное. Там, игру через одну струну. Через две струны. А то через три. Далее, есть такие штуки, как созвучие. Это когда мы играем одновременно несколько струн. Вот, допустим, играем одновременно две струны вот здесь. Это делать сложнее, потому что надо бить не по одной струне, а по двум, и тут приходится сил больше затрачивать. Ставить пальцы, так, чтобы они не слетали, это сложнее. То есть, поставить аккорд сложнее, чем поставить просто какую-то одну ноту. Ну, это очевидно, потому что тут мы применяем сразу три пальца, и как-то руку надо вывернуть по-определенному. А тут просто пальцем поставил и сыграл. И созвучат такие мини-аккорды. Иногда это могут быть септо-аккорды, урезанные аккорды для риффов, какие-то такие квинты. Но дело в том, что, допустим, вы играете квинтами, но вы играете, скажем, прямо. Ну, это, на самом деле, не очень прямо. Это уже так, с добавлением непрямоты, с добавлением принципа неудобности, как я это называю. Да, вот. Давайте, давайте запомним такой термин. Принцип неудобности. А теперь продолжаем по-нормальному. Так, принцип неудобности, он заключается в том, что, чтобы электрогитара, именно электрогитара, хотя обычная тоже, но мы говорим об электрогитаре, тут все более наглядно, круче звук, мощнее, пробивнее, более очевидный. Чтобы звучало круто, это должно быть сыграно неудобно. Даже иногда максимально неудобно. То есть, если вы будете все время играть, скажем, вот квинту поставили, вот здесь вот, на соль, и играете. Оно неплохо, но как-то оно быстро надоедает, оно прямоватое, оно неинтересно. Давайте, смотрите, сыграем соль, том-до. Уже появилась какая-то движуха, уже появилась интересность, и как-то слушается это лучше. Оно, конечно же, квинту стоит двигать. Вот, видите, двигаем погибку, и сразу у нас добавляется какая-то перчинка. Теперь мы двигаем квинты не только вертикально, но и горизонтально. Это уже совсем крутяк. Ну, что касается созвучий, не квинт. Ну, и квинт, в том числе, просто созвучий. Вот тут мы можем сыграть две ноты. Тут. Так, просто сапырим пальцы. Видите, совсем по-другому, звучит более объемно, более ярко. И вот так. Со слайдом. Это все добавляет от того же самого перца от той же самой остроты в соло. Вот мы играем в соло. Хопа, созвучаю. Или там. Видите, гораздо мощнее, гораздо пробивнее. Можно использовать точечно. Там играем соло. Вот так. А можно это вообще построить соло? Не знаю, можно не мелодичное, какое-нибудь ударное. А можно мелодичное, там с каким-нибудь... переключаем на нековый звукосниматель. Сейчас мы играли на бриджевом, сейчас играем на нековом. И что-нибудь мелодичное, такое протяжное. Сустейном побольше, побольше. Тремоло. Побольше вибрации, вибрато. Ну, это, конечно же, все очевидные и всем известные вещи. Просто я решил все это объединить в одном видео и вам рассказать, чтобы вышло наглядно, чтобы это было кому-то полезно. Переключаемся обратно на бриджевый звукосниматель, а лучше во вторую позицию. Тут пятипозиционки, вот мы переключились во вторую позицию. Вот такой звук получился. Такой более мощный, более грубовый, более жесткий. Ну, собственно, на этом практически рассказ о соло можно закончить. Ну, или, по крайней мере, первую половину первой подглавки. Мы с вами поговорили о пассажах, мы поговорили о созвучиях, о сет-аккордах упомянули, ну, такие джазовые. Вот, упомянули, арт-аккордах кваварты никто не отменил. Как лучше играть, чтобы звучало более драйвово, более жестко, более интересно, более энергично, более заводно, ну, и так далее. Все остальные эпитеты сюда же можно применить, которые вы только сумеете вспомнить. Нужно плести в соло перебор. Он же арпеджио. Там, не знаю, играете. Чуть-чуть задела тут струна у нас. Нисти не сыграло. Давайте еще раз. Никто не отменял. Вот, убираем слайд. Закрашать листом. Мы приняли рычагу. Завершаем им фразу. Бэнд. Поднимание струны. Можно заместить с рычагом. Получается достаточно мощно, достаточно сочно, достаточно, как это сейчас говорят, мясно. Ну, что еще можно добавить? Можно добавить в соло аккорды. Играем пассаж, например, такой. аккорд. берем левый нор. Той же тональности, в которой играли. Это не обязательно, но в данный момент мы говорим об этом, о том, как играть нужной тональности. Можно вообще соло играть аккордами. Да, вот так вот примерно. Аппетжар-педжу может делать из-за аккорды. Факкорд поставил. Аппетжар-педжу, ничто тебе не мешает. Ты никому не мешаешь, там роб всем помогаешь, в том числе музыкантам в группе, чем ты, собственно, и должен заниматься. Ну, что мы с вами еще не охватили? Ну, разные приемы я вам показал, как аккордами играть тоже. Аккорд нужно тоже совмещать со слайдом. Почему нет? Ну, обычно, знаете, слайд делает там одну, ну, ну, три. Можно аккорд сделать. Поэтому можно даже построить целый риф. Вот, видите, и завершение, и начало рифа дает такой вот интересный слайд прибавляет сочность, он так как будто чмокает, чавкает аккорд в начале, в конце, в середине грубого. Ну, это уже, собственно, у нас для следующей рубрики, для следующей части, для рифов. А здесь мы говорим о соло. Ну, можно такую соло-вставку, в принципе, использовать в песне, почему нет? Соло-часть из одной, песни вставить в другую, и получится, вставка получится соло. Ну, что еще говорил? Тремоло. Это все тоже можно использовать, это я все тоже использую. Но я играю для себя, я играю как могу, я играю как получается, надеюсь, что кому-то, кроме меня, это может понравиться. Нет, так нет, ничего страшного, гитара, это моя, слабая я, но не для себя. Это моя гитарная философия, я вот вам о ней рассказываю, и надеюсь, что я этим вас заинтересую. Нет, ну, увы, и ах. Да, тогда продолжайте меня смотреть, продолжайте смотреть мои видео, может быть, даже как-то реагировать на них, лайки, дизлайки, комментарии, ну, или просто посмотрите, может быть, поделитесь с кем-то, может быть, поделитесь, может быть, вслух расскажете, может быть, сделайте переписку, сначала я вас учу, этому уже учить не надо. Да я тут, собственно, не учу, я рассказываю то, как я играю, что я вижу, как я думаю, в общем, мою философию. Главное, запомнить про принцип неудобности. Ну, что еще, хотел последнее сказать об этом принципе. Неудобно совмещать много техник в одной, много приемов, в одной. допустим, играем арпеджиум, слайд, тамоконник, с незажиманием струн до конца разрешаем все рычагом. и получается неплохая такая соло-вставка. так вот, например, можно делать. Ну, это, я думаю, уже у нас будет из раздела гитарные фельды, гитарные примочки, гитарные фишки. И об этом мы поговорим как-нибудь в следующий раз. А пока все. С вами был Ганн, Грикольный детка. Пока.